Привет, народ! Привет, YouTube! С вами снова Блок Неблогера. Сегодня у нас очередная тема, сегодня у нас седьмое занятие, и будем рассуждать на тему, где брать идеи для статьи. Тут в ответ однозначно у меня очень простой, и, собственно, кто все ролики посмотрел до этого, прекрасно знает, что я сейчас скажу. Все темы, идеи для своих статей, они должны браться из личных жизней, из личных наблюдений, из личного опыта. Почему? Потому что, во-первых, в этом случае, если вы всегда используете личный опыт и личные какие-то наблюдения, у вас никогда он не иссякнет. Вы никогда не будете думать о том, о чем мне сегодня написать, о чем мне сегодня рассказать. У вас происходит масса событий, у вас происходит вокруг масса всего интересного, и даже если на начальном этапе вам кажется, что, ну, кому там интересно, как я сходил сегодня в магазин, то со временем вы поймете, что на любую информацию, на любую, скажем так, тему и на любой информационный какой-то пост найдется свой читатель всегда. То есть, Вася неинтересно, как я сходил в магазин, а Пете будет интересно. Вася неинтересно, как готовят в каком-то кафе, а вот Коле будет интересно. И собрав вот эту вот аудиторию, она и приходит к вам для того, чтобы интересоваться тем, что интересно вам. Вот такой вот на самом деле винегрет получается, но если вдуматься, в этом есть огромный смысл. Многие каналы, многие авторы, допустим, не имея отношения к какой-либо теме, пытаются на этой теме выстрелить, пытаются на эту тему эксплуатировать. В какие-то начальные этапы у них это происходит, и получается шикарно. Они там берут какие-то самые острые, самые глобальные, самые такие интригующие темы, про них рассказывают, но через месяц, через два или через три, собственно, темы все будут исчерпаны, рассказывать-то уже нечего. Это говорит о том, что вот моя мысль, моя идея и мое четкое убеждение, что лайфстайл так называемый и классический блогинг, он на самом деле вот еще имеет очередной жирный плюс. Посмотрите сами журналы Дзена, посмотрите авторов, которые ведут каналы там полгода-год. Очень большое количество из них, по сути, исписалось, им нечего писать. Они рассказали рецепты, они рассказали еще что-то, они рассказали там про путешествия, и все, контент встал, и каждый раз написать пару строк вызывает кучу мыслей, кучу страданий, кучу эмоциональных негативных моментов. Когда человек ведет канал, основанный на своем опыте, на своих наблюдениях, проблем с контентом не будет никогда. Вы можете писать и по две, и по три, и по пять статей. Тут самое главное, меньше думать о том, что зайдет и что не зайдет, об этом мы уже с вами разговаривали, и писать просто то, что вы считаете нужным, то, чем хочется поделиться именно вам. И тогда вас ждет неминуемый успех, и тогда все обязательно получится. Поэтому, что касается вопроса, где брать идеи для статей, лучше всего брать их из собственной жизни, из собственных примеров. Потому что 10 лет, прозанимавшись блогингом, я до сих пор не могу себе даже представить в теории, где еще можно брать контент. Можно, наверное, брать на каких-то иностранных сайтах, пытаться переводить чужие тексты, пытаться просто, не знаю, ходить по каким-то форумам, что-то интересно оттуда выковыривать, и пытаться это своими словами рассказать. Но, как по мне, это, во-первых, пустая трата времени, во-вторых, сомнительный вариант, в-третьих, придется, ну, прям, урабатываться по самому я не хочу. А какой смысл? Введите канал со своим опытом, со своим личным мнением, и проблем с контентом у вас не будет точно и никогда.